На фоне войны Украина надеется на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Президиум Европарламента рекомендовал главам государства и правительств стран ЕС принять решение по заявке Украины, а также по заявкам Молдовы и Грузии. Подробнее обсудим эту тему с нашим корреспондентом в Брюсселе Юрием Шейковым на связи со студией. Юрий, для всех ли стран президиум Европарламента требует какого-то одинакового статуса? По всем ли странам одинаковая позиция? Ну вот речь идет об одном статусе, о статусе кандидата на вступление в Евросоюз. Но вот позиция президиума действительно разная по разным странам. Если говорить об Украине и о Молдове, то президиум четко рекомендовал саммиту ЕС или призвал саммиту ЕС предоставить им статус кандидата уже на своем заседании 23-24 июня. А вот когда речь идет о Грузии, то там формулировка такая хитрая, что он призвал работать над предоставлением этого статуса кандидата. И это решение в действительности очень важное. Почему? Потому что Европарламент фактически сказал вслух или официально то, о чем много кто говорит скорее неофициально. Потому что Грузия, особенно в последнее время, она не совсем соответствовала, о чем говорят, не совсем соответствовала демократическим стандартам. Это мы видели по конфликту между оппозицией и большинством в грузинском парламенте. Это тот конфликт, который как раз в Брюсселе пытались решить, но усилия Брюсселя каким-то образом даже и не очень воспринимались в Грузии. Так что очень возможно, что мы увидим, что по-разному эти страны будут в итоге и на саммите рассматриваться. И, как мы знаем, Украина тоже стремится или говорит, что эти ситуации Украины и других стран, их нужно рассматривать отдельно, а не все сбрасывать в одну кучу. Юрий, ну призыв Европарламента носит фактически рекомендательный характер. А какое решение ждать Украине от глав государств и правительств стран ЕС? Ведь это решение может или должно быть даже уже принято в этом месяце, то есть до конца июня. Действительно, решения Европарламента по этому поводу сугубо рекомендательные, но нельзя недооценивать эти решения тоже. И здесь нужно один момент сказать. Вчера Европарламент проголосовал большим-большим-большинством резолюцию, в которой рекомендовал дать Украине статус кандидата. А сегодня в придачу к этому президиум Европарламента сделал вот это заявление, где призвал дать Украине и Молдове этот статус. Почему два одинаковых призыва в два дня подряд? Это не просто так. Это, скажем так, Европарламент помогает создать вот это вот политическое давление на страны ЕС, чтобы рассмотреть этот вопрос на саммите 23-24 июня и дать такие, как минимум, Украине этот статус кандидата. Поэтому это, хотя решение Европарламента, оно и рекомендательное, но оно создает вот этот вот политический контекст и политическое давление, которое тоже играет очень-очень большую роль. И поэтому все, с кем я говорю, а я говорю много в эти дни по поводу статуса кандидата, все говорят, что это будет непросто, считать, что это гарантированно пока нельзя, но в действительности идет очень большая работа и со стороны Украины, и со стороны разных политиков и внутри ЕС, и из разных стран ЕС, и чиновников ЕС. Так что, в принципе, я считаю, это возможным, что Украина получит этот статус уже в июне, хотя, опять-таки, считать пока гарантированным, считать это пока нельзя. Юрий, но еще до войны в Евросоюзе большинство стран считали, что Украина не готова к такому статусу. То есть это решение будет скорее политическим? В действительности и то решение и до этого, и решение сейчас, это действительно будет политическим решением. Украина много лет просила признать перспективу ее членства, фактически признать ее потенциальным кандидатом. Сейчас Украина уже, уже есть заявка Украины, и Украина хочет получить уже статус именно кандидата. Потому что в действительности Украина находится на пути к выполнению тех критериев, копенгагенских критериев, которые нужны именно уже на момент вступления. А Украина находится на этом пути, потому что Украина действительно выполняет уже не один год соглашения об ассоциации, которое и предусматривает внедрение права Евросоюза. Но для статуса кандидата, скажем так, нужно быть достаточно продвинутым на этом пути. И, конечно же, кто достаточно продвинут или недостаточно продвинут, это, конечно же, оставляет большое пространство для интерпретации. Конечно же, это политический вопрос. Но что все говорят? Украина ведет оборонительную войну против России. И эта оборонительная война, она в частности из-за права Украины самой решать свое будущее. Быть ей в ЕС или идти в ЕС, или не идти в ЕС. Идти в НАТО или не идти в НАТО. И поэтому, конечно же, начало, то, что Путин развязал полномасштабную войну против Украины, полностью изменило все восприятие этого вопроса в Евросоюзе. И если до войны, как ты правильно сказал, о серьезной дискуссии, об этом речь не шла, то сейчас, как мы видим, эта дискуссия идет. И то, что я точно слышу, что полностью сказать нет, Украине не могут сейчас. Юрий, одно дело поддержку Украины, другое наказание России. ЕС принял уже шестой пакет санкций, но война, тем не менее, не прекращается. Готовит ли Евросоюз новые санкции против России уже? Конечно, какая-то работа идет. Но сейчас о каких-то действительно новых и больших мерах не говорят. Потому что, ну, фактически, одна большая мера, которая осталась, это эмбарго, газовая эмбарго. Сейчас к этому Евросоюз не готов, и об этом прямо говорят. Есть, конечно же, и другие варианты. Допустим, отключить еще многие другие банки от системы SWIFT. Но сейчас то, над чем работают, это скорее как анализируют влияние этих санкций, смотрят, есть ли какие-то там лазейки, какие-то дырки в этих санкциях. То есть, скорее будут закрывать их. И действительно, нужно все-таки вначале разобраться, а какое же влияние этих санкций на Россию. Потому что, вот, какой-то такой окончательный или полноценный ответ на этот вопрос сейчас никто дать не может. Юрий, сегодня в Брюсселе были представители украинского правительства. Подключалась, в том числе, и супруга Владимира Зельянского, президента Украины. В чем была цель этого мероприятия в Брюсселе? Это мероприятие называлось «Женщины в конфликтах». Его организовал президент Европейского совета Шарль Мишель вместе с нобелевским лауреатом Надей Мурад. Это иракская правозащитница, которую, как мы помним, выкрали боевики исламского государства. И она была в сексуальном рабстве у них. Но теперь она уже несколько лет ведет очень активную правозащитную деятельность. И поскольку женщины во многих войнах становятся одними из первых жертв, и в частности из сексуального насилия, это то, о чем часто не говорят, но это одно из самых страшных результатов войны или последствий войны. И это тоже касается в большой мере Украины. Поэтому сегодняшняя вот эта конференция «Женщины в конфликтах», ее полностью доминировали украинские женщины. Открывала ее супруга президента Украины Елена Зеленская. И также выступали сегодня в Брюсселе. Была или находится вице-премьер Ольга Стефанишина. И включалась генпрокурор Ирина Венедиктова. Они рассказывали, конечно же, и это то, что все очень хотели услышать, какая же ситуация с женщинами в этой войне. И, как сказала Елена Зеленская, лицо этой войны оно женское, потому что, как мы увидели на тех территориях, которые освободили от российских войск, мы увидели, что действительно многие женщины пострадали, и, в частности, и от сексуального насилия. И многие женщины служат и в украинских войсках наравне с мужчинами. Они и волонтерят, они и собирают помощь. Так что, действительно, женщины играют огромную роль в этой войне. И, как сказала Елена Зеленская, что у украинских женщин есть одна суперсила. И она состоит в том, что они украинки. И я не могу не согласиться с ней. Большое спасибо, Юрий. И напомню, что на прямой связи с Брюсселя был наш корреспондент Юрий Шейко.